всем привет друзья вы на канале wheels for life вы снова в пути и сегодня мы едем в город серебрянск и по простонародье серебрянка восточно-казахстанской области и посетим с вами достопримечательность серебрянки это конечно же бухтарминская гэс грандиознейшее сооружение наших мест бухтарминская гэс несколько интересных фактов о ней предоставлен при ее строительстве что и как было общем будет я думаю интересно посмотрим потом по серебрянке проедем будет видео такое несколько не по порядку от мы ехали но я думаю будет интересно посадку сначала съездим на газ потом съездим центр старого города серебрянки потом новый город серебрянки общем как-то так но начали мы свою дорогу вот уже можно сказать легендарного поворота с трассы на бухтармул назаряновск который идет раньше чем он легендарный раньше там был пункт милиции полиции где вечно всех останавливали кошмарили и так далее пункт полиции уже лет пять как закрытый но перекресток естественно остался и вот от этого перекрестка по этим красивым видом мы с вами двигаемся в сторону серебрянска не стал я удалять этот вид начал съемку от перекрестка как вы заметили еще как бы ехать и ехать до самой серебрянки но мне захотелось оставить это дорогу до серебрянска потому что она красивая она красивая вы посмотрите какие ущелья горы зеленые шикарные виды конечно же немножко ускоренном плане мы ехали и сейчас тоже все появилось строение жилые строения частный сектор так скажем серебрянска давайте буду называть просто серебрянка да как ее все называют пока мы едем несколько исторических фактов хотя история не такая уж и большая у данного населенного началась история всего лишь 1952 году и как вы понимаете началась эта история именно как рабочего поселка при строительстве бухтарминской газ пятьдесят первом году был запущен а ускореногорская газ у меня на канале кстати есть видео про облакетку и ускореногорск и там мы говорили тоже как строилась ускореногорская газ вот в пятьдесят первом году она была построена и было принято решение правительством ссср о строительстве каскада газу на иртыше и строительство бухтарминской газ и в пятьдесят втором году началось это строительство но если естественно организовался рабочий поселок где жили строители газ и так вот началось становление города серебрянск поэтому большой историю нет но тем не менее город такой довольно таки симпатичный уютный конечно же годами сейчас немножечко требующие ремонта в некоторых местах есть заброшенные дома которые были недостроены еще при советском союзе которые начинали строить кирпичные недостроенные есть заброшенный завод которые все пытаются реанимировать уже сколько лет но так и не реанимировали но вроде вот кстати говоря на этой неделе прочитал новость что вроде бы что-то на нем начнут делать но когда будем мимо завода проезжать мы еще одним поговорим а вообще говорят здесь свой микроклимат горами окруженная и иртыш и в общем все хорошо растет если будут смотреть местные жители подтвердите как у вас там с ростом сельхозпродукции но пока мы въезжаем в этот населенный пункт но и сейчас будет перекресток направо это ехать саму серебрянку тот как живут люди да так скажем это уже серебрянка да но это сама как нежилой уже массив это назвать короче где живут а налево тоже живут но там еще и бухтар минская газ короче что-то я коряво рассказал но ладно простите меня за это и мы с вами двинемся в сторону бухтар минской без грандиознейшее сооружение бетонное знаете какое-то чувство возникает когда вот вы к нему подъезжали чувство восхищения остороженности чувство какой-то грандиозности и вот этого всего а еще пасмурная погода тучи такие висят и вообще как-то представляешь какая-то мощь скрыта и удерживается вот мы на этом перекрестке как раз налево поехали и как раз мы едем сейчас сторону бухтар минской без сейчас тут будет жены вокзал кстати жены вокзал на железную дорогу начали в пятидесятом году еще строить военные начали прокладывать железную дорогу до Зыряновской суть Каменогорска ну и здесь естественно он находится железнодорожный вокзал видимо как раз поезд подошел столько людей вышло оттуда ну это конечно сложно назвать вокзал прямо до станция скорее всего это будет правильнее назвать станции вот так ну а мы с вами проезжаем дальше уютно уютно видите-ка сколько зелени тут поставит а там когда мы поедем с вами по старому городу почему я определил что это старый город потому что там вот подобные строения двух-трехэтажные явно еще такой сталинской конструкции они как бы характерно очень характерно отличаются от более современных зданий и я решил что это именно там и начиналось строительство да так скажем серебрянки почему-то так я решил для себя хотя честно говоря серебрянка я мало знаком проездами всего лишь раз но я знаю 3 4 может быть своей жизни и первый раз снимаю этот город поэтому местные жители или кто знает будете смотреть пожалуйста помогайте комментариями своими где мы проезжали что за районы чем они как-то характерны и так далее это будет очень очень интересно я думаю ну и все мы выезжаем с вами из серебрянки и уже идет дорога на Бухтарминскую ГЭС дорога бетонная видимо бетона осталось при строительстве Бухтарминской ГЭС много и поэтому дорога ведет также бетонная на эту ГЭС при строительстве Бухтарминской ГЭС было конечно много чего сделано сейчас будет несколько фактов но вот так вот она выглядит фотография ГЭС впечатляющее строение высота плотины 90 метров подпор воды с противоположной стороны насколько я понимаю 67 метров был когда поставили ее представляете да какая мощь вот высота выемком мягкого грунта сколько тысяч кубометров было сделано сейчас будет выемка скального грунта сколько было сделано то есть вот видите скального грунта 1190 а миллион 190 тысяч кубометров какие-то неимоверные цифры просто люди работали да кстати говоря еще один интересный факт я так понимаю проектировщик был один тот же у Усть-Каменогорской ГЭС и у Бухтарминской ГЭС и я в том видео говорил вам про ну пока я расскажу да тут несколько фактов всплывают можно посмотреть когда Усть-Каменогорская ГЭС была достроена то большая часть строителей перебрались на строительство Бухтарминской ГЭС и это кстати говоря привело несколько к падению да так скажем района облакетка потому что ну рабочие уехали Бухтарминскую ГЭС строить и там облакетка стала приходить в упадок несколько но это вот кому интересно на моем канале найдите видео облакетки там посмотрите посмотрите какие цифры бешеные да укладка бетона и железобетона сколько тысяч кубометров было сделано но мы видим вот бетон бетонная дорога и конечно же конечно же это очень шикарные виды вы посмотрите как развился и тыш то есть это считается вот здесь вот Усть-Каменогорское водохранилище да между Усть-Каменогорской ГЭС и Бухтарминской ГЭС считается Усть-Каменогорское водохранилище очень красивые виды но вы знаете это просто завораживающе и обрывы такие высоченные гор представляю когда здесь был просто иртыш тек между скал какие-то высокие скалы и как это выглядит вернее сказать я даже не представляю это как это выглядело до 50-х годов прошлого века это наверное вообще было грандиозное зрелище но не зря в видео опять же про новую Бухтарму я говорил то Усть-Каменогорское водохранилище был поселок и как основной перевалочный пункт и что красивейшие виды просто открывались иртыш меж скал тек у Бухтарма в него впадало и вот там организовалась Усть-Бухтарма ну мы маленько отсветлись да от темы хотя тоже можете посмотреть на моем канале видео про новую Бухтарму и базу отдыха на побережье если кому-то будет интересно но мы с вами все продолжаем и продолжаем ехать к Бухтарминской ГЭС не сказать что она рядом с Серебрянкой расстояние я не знаю но тут километров 5-7 наверное вот железные дороги пересекаем мосты это вот как раз которые были построены тогда тогда в 50-х годах 51 ну естественно в 50-х годах начали строить к 52 году при уже строительстве ГЭС активно используют железные дороги доставка стройматериалов и всего прочего конечно ну может быть конечно специалисты не скажут что и он и до построили ГЭС не сказать что ничего сложного но все равно смотрите какие виды красивейшие обалдеть ну для меня это что-то из области фантастики перегородить вот реку потопу бешеный как выемка грунта что-то где-то закладывали там бетонировали потом открывали 90 метров высоту вот это вот все бетонировать так оно и просто залить бетоном там же оборудование еще куча просто стоит всякого разного когда строили думали на 6 гидро генераторов а по итогу 9 аж поставили кстати говоря вот проезжаем какое-то строение местные жители подскажите или кто знает что это такое просто интересно это явно что-то относящиеся к Бухтарминской ГЭС уже что-то здесь или ремонтировалась или строилась или подготавливалась идут из этого здания железнодорожные пути то есть ну что-то такое но явно заброшенное уже с левой стороны там на горе видны какие-то тоже здания строения когда-то видимо были ну уже разрушены прям скажем вон там и вот здесь вот видите да то есть это управление строительные были ли что это что это тоже было подскажите кто знает прям реально интересно то есть строительство Бухтарминской ГЭС реально интересная вещь наверное потому что она такое грандиозное и конечно же какой-то плотный бетон использовался впервые тогда это было опробовано и говорят еще на 900 лет простоит в 2002 году делались замеры в нескольких местах брался бетон несколько разных лабораторий отправляли посмотрели и сказали что он стал еще плотнее вот так вот выглядит газ из близи но конечно туда вот так вот сфотографировать просто не пускают это я честно говоря фотографию нашел в интернете чтобы посмотреть на вот мы уже с вами подъезжаем все ближе и ближе торминская гест турбина стоит сейчас с левой стороны будет на железнодорожных путях турбина стоять давно видим стоит этот турбина на железнодорожных путях мы с вами смотрите проедем сейчас у дорога с правой стороны уже там поезд деревья где-то виднеется сама плотина но естественно близко подъехать невозможно режимный объект охрана забор и так далее он турбина слева про человек говорил да на железнодорожных путях вот есть дорога поверх объезжающая и с той стороны площадка но мы на этой площадке видео не будет идти а просто уже ничего интересного нет видите какое тут строительство и ничего намечается или это ремонт сложены какие-то стройматериалы вот и короче мы с вами доедем до верхушки так скажем плотины но там ничего особенного не увидим но просто сам факт что мы туда доедем с вами и посмотрим что это такое тут тоже ответе железнодорожные пути уже конечно же идут и вот она наш иртыш который зажжет все здесь уже нельзя проехать и вот как раз это дорога налево и начинаем объезжать уже эту газ непосредственно туда уже дальше нельзя и вот по этой дорожке вверх 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 все ведущий здесь вот куча свалка какая-то мусора организовалась непонятная отходы жизнедеятельности без наверное назовем ее так но здесь дорожка конечно в таком состоянии прям скажем не вау ну вот опять же вот каждом видео я об этом говори извините но блин из этого места можно было туристический такое это сделать поставить какие-то площадки где откуда все это видно организовать дорогу сделать фотографировали бы все это без люди бы сюда заезжали то на бухтарму едет но по сути тут но 10 километров в бок и все и ты на бухтарминской гэс ну так многие же гости едут и не местной кто из россии едут на эту бухтарминскую на бухтарминское водохранилище в базы отдыха проезжали бы здесь смотрели опять же туризм или копеечку лишнего в магазине бы оставили и все но но имея такой объект под боком и сделать из этого центра притяжения туризма но я не знаю он она виднеется то впереди но естественно тут не подъехать не подойти могут едем просто витеб площадке никой смотровой нету вот виница одессе разровнять уплотни дорожку хорошо сделай стояночку все открывается прекрасный вид для фото видео народ подъезжает чекиниться сэлфи делает все уже сделана работа туризм привлечен ну чисто я размечтался сильно но мы вроде бы как с вами посмотрели тугэс несколько фактов о ее строительстве узнали 90 метров повторяю 90 метров высота статуя свободы кстати тоже 90 метров ну а мы перенеслись с вами серебрянку вот так вот быстро махом хопа и на ковре самолете мы уже в серебрянке едем по неизвестной мне улице название улиц не знаю просто есть и смотрим и как раз мы сейчас с вами заедем вот в этот старый город про что я и говорил но я так его про себя назвал старт это вот видимо школа какая-то потому что пешеходный переход лежачие полицейские мы так решили для себя что это школа и двинулись дальше с правой стороны вертыш это участок сектор какой-то район поэтому еще раз повторюсь до видео такое несколько рваная не так как вот мы ехали по порядку и ехали а мы с вами перенеслись с газ просто в середину так скажем нашу опухи чтобы показать старый город потом опять же перенесемся в другое место чтобы показать новый город как я это говорю но вот с вами сейчас вот на этом перекрестке повернем направо а потом опять вернемся в перекресток с вами но очень уютно здесь как и старый город да зеленые очень деревья такие низкие дома вот эти трехэтажные настолько это уютно и красиво показалось мне ну и за место жители конечно напишут как им там живется ну это прямо какой-то такой как на машине времени понимаете вот путешествие по нашим городкам близ городу из криминоборска как путешествие на машине времени мы просто с вами раз и перенеслись в 1960 год но не вот это сейчас конечно ты явно же по младше дома но вообще вот с правой стороны ну явно же построены 55 там год 60 год может быть просто путешествие на машине времени то же самое когда я говорил когда мы ездили поселок глубокое например такие же строения смотрите какую дорожки такие все это кстати за асфальтирована дорога здесь хорошая на въезде в серебрянку дорога была не очень а здесь хорошая дорога асфальт ровненько все сейчас круг дадим поэтому жилому массиву вы видите двухэтажные дома явно 50 60-х годов постройки поэтому я и подумал что это одни из первых строений видимо ну конечно состояние оставляет желать лучшего даже видно оружие не знаю есть отопление нет если вода там как вот это сообщите местные жители что есть чего нет просто интересно там он впереди видимо какой-то спорт комплекс построен явно из современных мы предположили так а это у нас пола видимо тоже какая-то ну проехали мимо но это видимо тоже что-то из из первых виде по полон нам даже видно сейчас так не строят давно там не строит и вот сейчас мы выйдем с вами на улочку которая прямо такая уютная красивая здесь по моему неправильно проект или маленько ну ничего страшного и вот она такая улочка уютная видимо от одни из первых очень кстати похоже у нас на левом берегу есть улица двухэтажная от элеватора когда узким на горске ехать похоже здесь тоже столько много школ школе получается или что это или детские сады или место жителей поясните пожалуйста смотрите ну вот уже проехали еще или это акимат может какой-нибудь ну классно здесь смотрите тротуар деревья все такое уютное красивое зеленое это площадь видимо центральная города серебряно там потому что памятник павшей великой отечественной войне с левой стороны здесь наверное проходят все мероприятия здесь у нас видите такая как зона отдыха так я ее назвал для себя опять же сонного дырка ну площадь и вот ну шикарнейший вид конечно обалденский вот это я вам хотел показать на 20 минуте очень красивый вид вот как это было уместить в начало видео поставь тогда бухтарбинску без не показать в конец видео поставить тоже не хотелось в общем видео такое чуть-чуть рваная но вот мы с вами уже и опять снова подъехали к этому мосту то есть мы круг с вами сделали по этому району как я его назвал старый город и сейчас в новый район с вами поедем перенесемся дорогой который ведет к новому району и волшебство монтажа мы уже в обратную сторону двигаемся и смотрим по правую сторону это у нас здесь сколько я понимаю интернат есть для детей с девиантным поведением вот это на этом перекрестке мы сейчас с вами выехали его пить теперь в обратную сторону едем куда в новый город вверх это видимо какой-то декабль же заброшенные что это пояснить что это интернат я так подумал для детей свозят сюда со всей области ну а мы с вами двигаемся вот в этот новый город здесь конечно сначала опять же частный сектор пойдет а потом большие девятиэтажные пятиэтажные здания а знаете что интересно еще был такой момент честно говоря не знаю сейчас может быть уже изменилось а было это где-то года два-три назад наверно приехали мы серебрянск серебрянку заехали и время было как раз это пол старого подъезжаем к магазину а там обеденный перерыв это было честно говоря удивление что обеденные перерывы до сих пор существует это конечно неожиданно было но не знаю сейчас остались нет обедены перерывы просто в городе ты конечно уже не осталось магазинов которые еще и на обед прикрываются просто все работают никого не ловнует когда там продавцы успеют пообедать где они это будут делать а здесь надо закрылись на обед час час до двух обеденный перерыв все пришлось подождать нет правда мы нашли потом магазин который без обеденного перерыва купили что нам надо было но вот такой факт был лично его подтверждают но вот мы как раз с вами двигаемся уже по-новому этому так скажем городу вот они высокие дома появились прошу прощения и сейчас такой будет спуск резкий вниз и прогулки зона ну типа парк не парк я не знаю парком его сложно назвать какой-то но такая прогулочная зона для наверно местных жителей может быть когда-то там фонтан был советское время не исключу этого потому что мы фонтаны везде строились куда-то туда дорога ведет дальше мы с вами еще сейчас здесь побываем потом проедем дальше посмотрим колледж потом посмотрим завод который нерабочий вот прочее говорю дорога вниз дорога вниз с левой стороны дома с правой стороны зона прогулочная проспектов но вот так спускаемся вниз и едем колледжа но это вот явно новый райончик такой с деревьями тоже уютный городишко то такой уютный прямо красивый на берегу реки как тут с рыбалкой кстати говоря местные жители наверняка же знают от где рыбалка самая хорошая но опять же где рыба тогда если мы в новую бухтарменом в октябрьском остановились там рыбные рынки да вот эти вяленая сушеная какой-то побед копченая серебрянки но сюда не заезжает туризм до понимаю это в мимо трассы и сюда никак никто не заворачивает опять же упущение значит почему не заворачивает было бы что-то здесь интересно как я вот сейчас говорил про бутарминского вес посмотреть рыба хорошая тут может быть было бы навалом всякой разной и ехали бы сюда люди ответь и зона отдыха видимо к это вот потому что дорожки такие все это было сделано тротуары очень нормально но мы сейчас сами двигаемся в сторону рачная райта техникум был я не знаю как он назывался опять же в советское время подскажите а сейчас это колледж какой-то тут серебрянский поэтому сейчас его посмотрим и потом с левой стороны будет это вот завод который заброшенные сожалению а кстати говоря еще один интересный факт о бухтарминской гэс да и вообще серебрянки с 50 года до 92 уровень как здесь работал не работала было так сказать-то военно-воздушные силы короче охраняли без и опять же интересный факт не знаю правда это или нет семьдесят первом году сбили аэростат американский пролетавший над бухтарминской гэс вот такой вот факт ну а вот этот колледж про который я и говорил сейчас мимо него и проехали вот так сбили все с первом году аэростат и вот эти вот военная часть здесь была серебрянки я не знаю наверно сейчас она до сих пор сохранилась а вот этот завод заброшенный прочее я и говорил конечно в таком не очень хорошие состояние завод находится вот так ну завод может быть заработает но мы с вами получается сейчас уже на окраине серебрянки не знаю что там дальше идет но на этом я буду с вами прощаться спасибо за внимание надеюсь видео вам понравилось ставьте лайки пишите свои комментарии и до новых встреч пока пока на канале велска лайф все и и и а и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!